Александр один из тех, кто искренне обрадовался снижению ставок по льготной ипотеке. Процентная ставка слишком большая была, то есть неподъемно маленько было, тяжело было бы, а сейчас попроще намного. То есть 10% вполне прием? Ну да, в планах взять квартиру побольше, потому что дети растут и места уже становится мало. Ну трехкомнатную, двое детей, чтобы и школа была рядом. Снижение всего на 3% пункта с 12 до 9, как спасательный круг для семей, которые были вынуждены отложить покупку квартиры после экстренного повышения ставки Центробанком. Но большинство потенциальных покупателей, говорят эксперты рынка недвижимости, пока в состоянии наблюдения. Они уже не паникуют и не суетятся, но еще присматриваются и прицениваются. Вопрос в другом, что за это время поднялась стоимость квадратного метра, стоимость самого жилья. И тогда получается, что человек должен взять большую сумму кредита, чтобы выкупить эту квартиру. И соответственно от большей суммы кредита и платеж нагрузка на семью становится, конечно же, выше. При этом снижение ставки по ипотеке, признают специалисты, послужит драйвером для рынка новостроек. Но в то же время эксперты подчеркивают, сегодня в поддержке нуждаются не только заемщики, но и девелоперы. Последние просят пересмотреть программу проектного финансирования. Они настаивают на частичном раскрытии эскроу-счетов. Застройщики о чем говорят? О том, что вот, допустим, сегодня они выставили новый ЖК. Допустим, потребность у клиентов есть, и они покупают этот новый ЖК и наполняют эскроу-счета в 2022 году, допустим, в мае месяце. Дом строится в среднем полтора-два года. И через полтора-два года застройщик приступает, скажем, к раскрытию эскроу-счетов. А что будет с этим рублевыми деньгами на тот момент, застройщик не знает. Частичное раскрытие эскроу-счетов, считают застройщики, станет хорошей антикризисной мерой в условиях санкций. Иначе деньги, которые придут после завершения объектов, обесценятся. А с учетом роста цен на стройматериалы, новые проекты придется приостановить и смириться с тем, что строительная отрасль больше не локомотив, а скорее тормоз экономики. Елена Макаренко, Алексей Фризин, Вадим Быстревский. День с толком.